мама я поел всем привет меня зовут артур канал мама я поел всем привет сюда в эту камеру сегодня я хотел бы снять луковый суп рецепт которого я увидел дружи он меня заинтриговал еще тогда я очень хотел и потому что вы нашел идею в голове что буду снимать видео давно поэтому хотел сделать этот суп давно луковый суп он принципе дешевый как и все любые европейские блюда он делается из того что у вас есть под ногами в ресторане он продается за дорого этот суп но мне чем понравился рецепт дружи именно потому что у него он сделан просто для обычных пацанов как мы которые допустим решили дома что-то новое попробуйте или девушку в гости поза позвали решили и удивить там жену вы с работы ждете такие дай-ка бахну чего-нибудь такое интересное чтоб ее порадовать она придет там допустим и вместе сядем покушаем у всех остальных у кого я смотрел они что-то там выкобениваются с луком что-то там короче булки-мулки вот эта вся хуйня у нас все просто как и у дружи да но единственное мы проебались и у нас меня это говорит у нас есть дома мама нам нужны прованские травы блять прованские травы дома блять миша не выебывайся вот пожалуйста травы греции мы будем с ними поэтому у нас единственное отличие от дружи будет она я у него на видео увидел примерные дозировки у него было около трех килограмм лука у нас большая кастрюля к сожалению аида сегодня решил приготовить лапшу у нас большая кастрюля занята поэтому мы готовим в кастрюле поменьше и у нас туда влезло буквально так килограмм сетка лука килограмм плюс три луковицы но килограмм 100 допустим я произвольно вот так нарезал лук чтобы вас не утруждать на видео из лук у нас кипел чайник мы делаем говяжий бульон из того что у нас ингредиентов меньше я пропорционально беру меньше дозировки меньше пропорции поэтому у нас кипела вода мы сюда буквально полтора литра заливаем кубики маги как дружи говорил они не стоят ничего а я могу я не призываю но в принципе можно и подрезать кубики так я не взял ложку и я потом буду хавать но в принципе тут у нас сейчас бульон растворится мы его потом перельем для чего у меня нарезан батон вы скажете мы будем делать из него для глутон круто нужно будет поджарить book она у нас конечно свежая надеюсь проканает вот как она потом конечно будет она засохнет вот мы завтра решим с тобой кушать супец мы увидим бы кушать будем долго и много вот я вообще лука обожаю вот почему я это начал рассказать давай предыдущую мысль закончим мы выложим этот противень ничем буквально не будем делать все равно нам духовку включать разогревать подогреем на нем булки потом накрошим их и запечем получается потом еще раз сверху чтобы сыром с булочкой у нас тарелки были тарелка у нас конечно не блатные не какие-то там специальные для как у многих других блогеров для французских супов как горшочки мяса короче делают у нас обычные суповые тарелки мы с ними будем все делать у нас дешевый сыр сметанковый вкуснотика все пачка масла единственное что сюда дорогое влезет чуть-чуть подсолнечного как видите у нас бля ну типа мы ничего дорогое не берем и заменяем получается мой бухлишко потому что бухлишко нам нужно чтобы заливать его в себя они в суп но кислинку как друж сказал даст уксус чуть-чуть туда бахнем и нам для вязкости нужна мука по моему еще для карамелизации ну карамелизирует же сахар мы чуть-чуть сахара туда еще бахнем по моему в рецепте у дружи это было поэтому мы берем вот эту камеру да вместе с тобой и перемещаемся непосредственно нашу плиту ребят в этом видео будет наверное я извиняюсь за монтаж да чтоб вас прям много склеек так что по хую всем главное чтобы вкусно было по итогу так начинаем с чего вот яйца плиту ароматы сейчас тут будут а это вообще в принципе лук любит я лук обожаю вот я почему начал говорить мне раньше даже у мамы подруги называли чиполлино потому что бля я лук хуярил только так бля короче так наверное надо средний до огонь средний и я тупанул надо было масло сразу сюда вывалить у меня сейчас руки все грязные да нет давай весь гляну пока это крючево то еще лук ужарится на самом деле так что не бойтесь его можно даже наверное если хочется больше луку какого-то вкуса можно наверное туда бахнуть ну типа добавлять постепенно мы же хотим быстрее пожрать у нас время вечер насколько я сюда масло заливаю грамм 100 не меньше все у нас туда сейчас это все очень надеюсь что пропитать как дружи сказал даже не бойтесь что у вас пригорает лук сюда то что там запорите потому что когда добавить уксус все это у вас будет сошкрябается со стенок потом это все отмоется надеюсь очень сильно потому что пиздариков а тоидки получать я не сильно хочу да единственный минус вы засрете плиту и постоянно нужно помешивать у нас есть такой под половник можно сказать как таковой вот но я думаю мы сейчас чуть-чуть отключимся и вернемся когда что-то начнет уже происходить с этим супом мама я поел мы перемешивали буквально ну сколько минут 20 но нет побольше до минут 25 ну самая наверное сложная часть из того что нужно сделать это да лук довести до вот так стояние я с большой комфорки переключился на маленькую поменьше на среднюю грубо говоря и постоянно помешиваю взял прихватку сейчас уже для кадра убрал на самом деле она вот пожалуйста здесь лежит потому что руку этот жжет половник сменил на ложку то вот такая каша пахнет на мой ну аида говорит чтоб воняет луком мне кажется что пахнет очень даже приятно вот чуть-чуть подубавлю огонь и мы добавляем сюда пол стакану в этот момент лучше не дышать ну что ну вонища от уксуса ебнешься блин сейчас он начнет испаряться я так понимаю мы его сейчас будем выпаривать ой ну это же же конечно лютая надеюсь я делаю все правильно ну типа на видео когда смотришь у блогеров у них такой у нас вот лук мы закарамелизировали блять до сюда я не помню добавлял или дружи сахар но если нет но я лох чё теперь бля мы без сахара как-нибудь обойдемся но на цвет мне нравится если честно сливочный мне нравится хотя вот видосах показывают что он у них прям ебать какой коричневый чуть-чуть мы сюда поставили получается бульончик я его подогрел чтобы лучше размешалось естественно потому что оказывается у нас кипяток чуть-чуть подостыл пока мы начинали видео пока здесь готовились вот пускай пока у нас уксус выпаривается я ставить гренки это был на видео или нет 210 градусов нагрев сверху снизу ну будем посмотри сколько как думаешь сколько надо посмотри минут пять до пять минут и отключим короче и вот на самом деле попросил алису до этого надеюсь что она не среагирует говорите что мы здесь бы этот попросил и алиса поставить таймер на час просто хочу посмотреть сколько мы в итоге готовим вот от начала видео как мы переставили кастрюлю вот начали снимать видео поэтому сейчас небольшая склеечка И мы возвращаемся и, получается, уже переходим к следующим этапам. Все, поехали. Мама, я поел. Прошло буквально пару минут. Мы... Ну как пару минут? Чуть побольше. Мы просто... Насколько перестает резать в привкусу... Ну, слух, блядь, запах уксуса, блядь, слышит туда-сюда. Короче, мы добавляем сюда 2 столовые ложки муки. Аидка заранее нам перекинула сюда. И, получается, сюда же идут специи. Честно, не знаю, сколько, но давайте с кайфом. Я люблю, чтобы было более... Вот такую горсточку мы, получается, сюда. Бахаем специи. Надеюсь, хватит. Дружи солил после всего по бульону уже будем смотреть. Когда бульон добавим, перемешаем. Потому что... Ну, я так попробовал бульончик. Насколько он получился, да? Он не сильно... Он вот концентрированный, потому что, говорят, литр воды нужен на 1 кубик. У нас там 3 кубика. Не сильно он прямо концентрированный. В принципе... Есть можно, блядь. Так, ну я думаю, если мы соль будем добавлять в конце, то перца можно, в принципе, джабнуть и сейчас. Накидаем нашей фирменной, блядь, пока у нас батарейки тут не сели. Перчика. Аида вообще, говорит, можно было сюда еще чесночка жахнуть. Я с ней согласен. Но не будем отходить от канонов, да, от рецептов. Морковь. Морковь. Ну, это зажарка, бля, по сути. Просто очень большая зажарка. Но мне по цвету, если честно, нравится. У нас сейчас мука это все собирает в кучу. И такой приятный этот. Ну, совсем крупно тоже лук не нарезайте. Вот я пока здесь перемешивал. Аида увидел, говорит, там вот такой шматок. И он по-любому, говорит, мне попадется, мы его выкинули. Хотя надо было его съесть на камеру, блядь. Ну, пахнет, конечно, люто, блядь. Неотвратно. Греческим, блядь, салатом. Потому что приправы греческие, блядь. Так. Ну, я думаю, что можно, в принципе, сюда подубавлять огонь. У нас сейчас подойдут наши клутоны. И мы сюда переливаем, получается, жишку. Так, сейчас у нас тут какашка от бульона чуть-чуть осталось. Сюда. Ну, в целом, да. Такой он получился. Наваристый, жирный. Отмывать кастрюлю. Бля, ну я засрал все. Тут плиту я заебался. Поднимать кухню вся, пока мы лук чистили. Засрано, блядь. Из тех, короче, кто любит безотходное производство. Вот эту дружбу увидел. Он такой, типа, ну не будем считать. Ну, он просто прикидывал там. Мы даже по ценнику не будем смотреть. Потому что, если кому интересно, можете вон у дружек глянуть. Я сейчас это до кипения доведу. И под крышку оставлю, короче, допекаться. Кому нужно безотходное производство. У меня мама делает шелухи. На Пасху яйца красили. Охуеть. Вот. Что у нас получается? Мы сейчас поставим паузу, а вернемся, когда уже крутоны, да, у нас подойдут. И супчик. Ну, я вам уже скажу по времени, сколько у нас суп простоял. И прочее. Вот. Погнали. Мама, я поел. Наш суп готов. Мы вернулись на вашу камеру переднюю. Нас продолжает снимать вторая. Вот так супец у нас выглядит. Приправы поднялись. Если честно, по запаху он приятный. Единственное, мне что не нравится, он и в прованских травах есть. Это специя, это розмарин. Мне, ну, я просто, я каждый раз, сколько мы с Айдой ходили, я такой, я люблю розмарин или нет. Беру, блядь, потом куда-нибудь его добавляю. Пиздец, не люблю розмарин. По итогу. Так, что у нас по крутонам, да? Они должны быть внутри мягенькие. Я не знаю. Слышите хруст без эбли? Вот она какая. Такая, типа поджаренная. Мы сейчас, я покажу, как, ну, покажу, блядь, ну, мучу, ебать. Как делал Дружа, да? То есть, он брал супчик. Может, его нужно накидывать, короче, этот, более жирным делать. То есть, ну, блядь, более жирным. Более жирно куски нарезать лука. Потому что у нас, ну, давай я так много тоже сейчас не буду. Потому что объедаться тоже не сильно хочется. Потому что много еще вкусных вещей есть в этом мире, блядь, видите. Вот. Аидка тоже у нас сильно, да, не кушает? Так, хватит. Потом мы сюда что делаем? Мы накидываем вот так наш бетон. Аля, круто он, блядь. Сука, как эти французы придумают? Так. Вот так, потом, потому что мы его будем топить. И буквально... Да, кстати, сегодня Аиде говорю, как готовить будем. Типа, я говорю, надо будет поставить духовку 250 градусов. Аид такая, а тарелкам, ну, ничего не будет. А они же глиняные, ну. Это же памятник, кто его посадит, блядь. И, получается, делаем шапку из сыра мощнейшую. В принципе, вот мы, может, уксус не до конца еще выпрыли. Ну, чуть-чуть кислинка, запах кисловатости есть. Но, в принципе, я вот чуть-чуть ложечку попробовал. Кто любит кислый... Этот, как его, борщ, тому может понравиться. Вообще, Аид говорит, а вдруг у дружи невкусно, а ты говоришь, блядь, типа, ну... А он всем расскажет, вкусно ты про и гаспачо. Кстати, гаспачо, вот здесь, грустный ебл. Ты и про гаспачо мог, типа, соврать. Вот, заряжаем, получается, 250 градусов. Верхний подогрев. Я даже не знаю, насколько, но поставим. Бля, я думаю, все-таки этот... Сейчас сек, я дико извиняюсь. Противень вниз надо поставить, потому что мы так всю духовку, нахуй, изговняем. Так, и вторую тарелку туда. Вот, я к чему начал говорить, да, то, что вдруг невкусно... Какая жопа. Веди себя прилично. Да ладно, ладно. Естественно, мы доедим. Мы обязательно доедим этот суп, потому что, блядь, выкидывать мне его тупо будет жалко. Хоть он и стоит копейки, все равно будет жалко. Вот. А в другом, ну, мы не про пиздобольство, мы про... Ну, если вкусно, то вкусно, если нет, то пошло оно нахуй. Вот, поэтому у нас сейчас буквально пару минут мы даем сыру расплавиться шапочке, потому что он там дальше гореть начнет. И переходим сюда. Сейчас мы быстренько с Аидкой здесь все уберем и будем кушать, пробовать. Все, погнали. Мама, я поел. Ура, мы за столом. Это значит, что мы сейчас будем кушать. Я, ну, так как Аидка у нас здесь и вторая камера нас не снимает, я вам с рук сейчас с этой камеры... Вот, кстати, как тут все выглядит, там подсказки. Вот так выглядит в моей тарелке это все дело. Так это выглядит в тарелке у Аиды. Аидка. Короче, тарелки очень горячие, потому что стояли там, да, 250 градусов. Вода, чтобы запить, вдруг что-то, блядь, пойдет не по плану. Поэтому... Сейчас давайте начну я делаю, чтобы Аидку было слышно. Какие у тебя ожидания вообще от этого супа? Что ты думаешь? Я даже сейчас не знаю, я же лук вообще не люблю ни в каком, в принципе, виде. Но пахнет вкусно. Пахнет вкусно очень. Из того, что ты видел, как я готовлю, что вообще ожидаешь? Кислинка может быть уксусная, еще что-то. Может сладимость лука, может сливочность какой-то вкус туда-сюда. Мне кажется, все вместе будет, потому что сейчас мы будем же все смешивать, грубо говоря, да? Получается, да. Да, у нас это как сухарик. Мне кажется, будет... Вот сначала ты такой кушаешь, считай, у тебя сначала, наверное, лук попадает, вдруг ты такой кисло-сладкий, а потом уже сливочный. Ну, здесь единственный момент. Мы не ели эти супы в ресторане, мы пробуем реально. Вот он с краешку такой, вот я его утопил сейчас, блядь, туда вообще. Наверное, надо как-то, да, отломить булку с сыром. Так, вот у меня хлеб, он замочился уже в этом во всем. И сейчас мы его остудим. Здесь единственное, да, наверное, мясо, наверное, туда добавляют кто-то мясо и прочее. Тут делается шапка из сыра, и как-то это все иначе должно выглядеть. Но слюна отделения бешеная, на запах кисловатый. Специи чувствуются в запахе. Ты попробовал уже? Нет, все не получилось. Ну, на 250 градусов, блядь, в духовке это не хала была. Поэтому будьте предельно аккуратны, когда достаете. Мне Аидка доставал, потому что у меня руки из жопы растут. Я бы что-нибудь наебнул, сломал, обжегся, блядь. Поэтому давайте еще попробую попробовать. Попробую, попробую. А, это я сыр, блядь, схватил, а не хлеб. Я думал, как нежный, блядь, хлеб какой нежный. Так, ну-ка, я попробую. Ну, вкусно. Вкусно? Да, ну такой. Где-то кисловатый, где-то сладковатый. И нежный такой. По специям чувствуется? Ну, гаваецкие уже. Здесь больше французского должно быть. Ну, вот так, в целом, общая картина во рту. Вкусно. Ну, не грустно ее было. Да, мне тоже нравится. Я вот еще сейчас на камеру съем ложечку и будем завершаться, наверное. Не, ну все-таки розмарин, сука, я ненавижу, блядь. Если бы мне не сказали, в общем, то, что там лук, если бы мне вот просто вот так подали, я бы, наверное, в жизни не подумала, что там внизу лук. Ну, а что бы ты подумала? Вот это что за хуйня? Я бы подумала, ну, может, какой-нибудь, не знаю, сырный суп или там. Ну, вообще, знаешь, что я читал? Делают из разных луков. Там, типа, шалот, красный, порей. Ну, микс, да, это микс. У нас же обычный репчатый лук, наш, который можем найти мы. Ну, и каждый из вас может повторить этот рецепт. Реально вкусно. Заморочено только вот помешивать, постоянно лук стоять, да? В остальном все вообще кайфово. Мы будем доедать. Нам сегодня понравилось. Мама, не переживай за нас. Мы поели, я поел. Все. Это был Артур, мой помощник Аидка. Спасибо вам большое за просмотр. С вас лайки, комменты, подписки. Кстати, каждый раз забываю говорить. Я пишу рецепты в описании видео. Они всегда там есть. И в коктейлях, и в этих. И в этот раз тоже будет. Не всегда возможно с дозировками, но всегда все есть. В общем, спасибо вам большое за просмотр. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok